И доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что, у нас серия про СХ. Давайте посмотрим на изменения. Здесь у нас будет масштабная заточка того, чего я копил целую неделю. Посмотрим, что из этого вообще у нас выйдет. Ну а перед просмотром не забывайте ставить пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на канал, вступать в телегу, где дополнительно проходят розыгрыши на монеты. И то, что есть реферальная ссылка под видео с бонусами для новичков и вернувшихся, также не забывайте, переходя по ней по луччику помощи партнера. И он также будет работать и на новые сервера. Погнали. Ну у нас здесь также продажи возникают. Посох злых духов, не помню. То ли с рандом крафта, то ли еще откуда-то. Или он не выпал когда-то в ДВ. В общем, забираем. Забираем награду. Здесь у меня единственное, что можно поставить, это Дитунс, который там уже в цене сильно просел из-за того, что выходные не скоро, так скажем. Выставим за 80 и забудем о нем. Но мы сегодня собрались не для этого. У нас есть все вот это мероприятие, которое я накопил. Да, как я говорил, неделю буду копить сережки, колечки, талики. Давайте сейчас с вами маленько проклацаем. Так, а здесь у нас даже точки не выпадают. Понимаю, понимаю, еще и засовывать, да, больше некуда. Ой, как всегда все с этим инвентарем, да. Еще и точек сейчас надо будет купить, адену потратить. Ну, короче, все, забухтел, как старый дед называется. Так, камень зачарования для аксессуаров нам не нужен будет. И камень для диадемы нам тоже не нужен будет. Поэтому от всего этого дела избавимся. Откроем еще два тали, как раз нам места хватит. А вот точек, по-моему, сейчас я купить уже, наверное, не смогу. Просто из-за того, что переполненный инвентарь мне скажет. Игра, что типа, извиняй, нет, не дам тебе. Ну, попробуем, может быть, все-таки отдаст. Нет, не отдаст, да. В инвентаре не хватает места, мне тут говорит уважаемый вот этот молодой человек. Поэтому давайте, ну, даже не знаю, что повыкидывать-то. Ну, точку давайте выкинем. Не знаю, что еще можно выкинуть. У тебя сейчас даст хотя бы. Одна ячейка ж есть. Талики адена. Так, по одной штучке мы делать не будем. Сразу 50 хочу взять. Ну, 50, наверное, мало, конечно. Но посмотрим вообще, как они будут точиться, как они будут ломаться. Люблю эту игру, обожаю просто. Ладно, еще и свиточки повыкидываем. Еще и вот эти свиточки повыкидываем. Не знаю вообще, как бы прокатит оно, не прокатит. Вот эти свиточки на заюзе все равно стоят. Выкинем их тоже. Тут есть у нас 66 вот таких, которые надо юзать. Короче, как обычно, больше всего времени занимает именно чистка инвентаря. Я все надеюсь, что хватит ячеек, и он все сделает. Да, наконец-то выдали нам 50 точек, и можем с вами поточить. Давайте массовый сразу. Массовый, там посмотрим, до скольки получится их тыкать. Как раз, смотрите, 15 штук. Ну, на 4 получается. Сейчас посмотрим, сколько сгорит у нас. На плюс 1, естественно, точка 100%. 3 штуки сгорают на плюс 2. 1 сгорает на плюс 3. И 2 сгорает на плюс 4. Ну, кстати, еще довольно-таки неплохо. Еще можно купить точек, я думаю. Давайте еще сколько? Ну, 10 возьмем. Не знаю, хватит нам, не хватит. Но, в любом случае, тройнуть все это дело, мероприятие на 5, нам точно хватит. Это я, вот в этом я уверен. А там дальше посмотрим, может, из того количества пятых. Ну, у нас остается 2, 4, 6, 9 штук. 9 штук, будем пробовать точить их на 5. На 6 не можем, количество точек не позволяет. И поехали. И бабах. Ну, кстати, еще более-менее. Еще и 4 пятых талика остается. 8 точек. Свой снимаем, у меня четвертый. Как бы вот даже пятый получился. Посмотрите, как повезло-то, а, можно сказать. Хорошо. Ну, я, в принципе, знал, что так получится. 30% на 6 левел. Ломается 1. Еще пробуем 1 точить. Он тоже ломается. Давайте попробуем с конца взять это мероприятие. Все, попробуем его поточить. И он ломается. Ну, вот и все, вот и закончили. Пятый талик всего лишь, даже 6 не увидели. Это, на самом деле, печально. Грустно, печально. Но, что поделать. Давайте кольца дерзости поточим. Кольца дерзости у меня, в принципе, вообще нет. Цветок ремесленника выпал. Ну, спасибо. Спасивочки, да, да, да. Если кто-то не в курсе, то этот цветок точит. Либо вы попадаете в шанс успеха. Если не попадаете, то с шансом 83% сохраняется. Итан с той же заточкой, либо с шансом 17% ломается. Но, как показывает практика, очень часто, он просто ломается. Закидываем все 14 колец. Сколько мы тут можем? На 4 давайте. Хотя попробуем. Но я думаю, что просто у нас большинство отсеется даже на 4. И там мы уже будем пытаться, даже так. Будем пытаться дальше что-то вот по одному точить. Вот так вот уже другое дело. Так, есть четвертый. И давайте сразу попробуем на 5 это дело поточить. 6 штук всего осталось. Да, можно же так смотреть по количеству точек. Можно смотреть, что зайдет вообще. Два кольца зашло. Ну, нормально пойдет, я считаю. И давайте одно сломаем из них. Тут 40% шанс больше. Но это все равно немного, конечно. Да, ломаем его. И все как бы. Так как я сейчас делаю, вам делать не стоит. Потому что ремесленник это вещь относительно редкая. И ее лучше использовать на какой-то более заточенный аксессуар. Но так как у меня более заточенного аксессуара, к сожалению, наверное, и не будет. Я просто тыкну в 5 кольцо. Поэтому погнали, посмотрим. Ну, видите, неудача и вернулась в 5 кольцо дерзости. То есть, в принципе, его можно взять и надеть. Даст 15 магатаки. Замечательно. Ну и немножко хп. Кольцо новичка можем выкинуть. Ну и теперь давайте потрогаем еще и сережки ДВ. Открываем. На мне сейчас есть уже четвертая. Да, обошлось без ремесленника. Давайте сразу попробуем их заточить. На сколько? На 4, наверное, да? Сразу их тыкнем. На 4 ж можно. Да, можно прям сразу на 4. Поехали. Хотя я столько же колец точил и все равно точил на 4. Не знаю, что я тут задаюсь вопросом. Даже все зашли, вы посмотрите. Одна сгорела на 3. Удивительно. Но вот этот уже вариант мне более знаком. И теперь давайте сразу же их также бабахнем на 5. Посмотрим. У меня там надо будет сейчас, если вдруг какая-нибудь из них зайдет, снять. С себя, да. Одну еще попробовать заточить ее. На всякий случай напоминаю, что если серьги у вас две одинаковые модификации, эффект будет работать только от одной, если вдруг вы этого не знали. Ломается сразу же и остается у нас 3 штуки пятых. Ну, может быть, хоть с 3 штук пятых, хоть увидим шестую, а? Или нет? Одна ломается и последнюю точим. Нет, шестой становится. Смотри, как хорошо. Есть одна шестая, уже приятно. Но сейчас бы ремесленник был, было бы прям приятно. И давайте еще одну попробуем на 6 заточить. Есть шестая и сразу же ее бабахаем на 7. Нет, седьмой, к сожалению, не увидим. Это слишком большой слот для этого чара. Надо было на самом деле оставлять. Также, если что, знаете, она дает все равно хороший МДФ. Это лучше, чем сережка, которая, ну, ашная, возможно, еще также дает МДФ. А вот конкретно Долины Драконов она дает, наверное, чуть больше. Ну, в общем, если что, разбирайтесь. Носить их вместе можно только ради МДФ. Так статы будут работать только от максимальной модификации. В общем, что мы по итогу получили за неделю фарма? Пятая Таликадена, пятое Кольцо Дергости и шестую Серегу Долины Драконов. Я считаю, что мне не особо повезло, но есть как есть. И давайте теперь, чтобы все это дело сразу, как бы, закончить, крутанем купоны создания. Сразу же их также закроем здесь. Я не знаю, что я, Оникс, наверное, я хочу. Давайте Оникс попробуем. 15 Трайв на Оникс. Оникс у меня четвертый вроде, поэтому посмотрим, что здесь будет. Ой, какая красота. Ну, ты посмотри, ну, просто, просто прелесть. Просто вот, айк, красиво. Закидываем их в автосинтез. Даже не хочу, если честно, их раскрывать, да, руками там крутить и так далее. Просто попробуем их потыкать, ну, давайте, я не знаю, до четырех. Ох, ну, я сомневаюсь, что из-за этого что-то четвертое, конечно, получится. Но, вы сами знаете, попытка не пытка. Но из-за, наверное, нашей всей модификации сегодняшней, тут, скорее всего, вряд ли что-то получится, в принципе. Все. Первый, второй, третий ларец остались у нас на четыре. Ни одного камня не зашло, к сожалению. Давайте вот это вскроем. Может, здесь Оникс будет? Нет, Оникса здесь также нет. Поэтому просто все камни скинем обратно над веночков. А, кстати, а у меня там нечего принять? У меня, может быть, там что-то есть принять? О, третий есть, ты посмотри, как раз, как раз нам и нужен третий. Вот теперь мы тебя родного вскроем и посмотрим, что у тебя там внутри. Поехали. Бабах. Ну, все. Теперь я точно спокоен. Теперь все, что можно было, я сделал. Все, что можно было, я поточил. И просто все ненужные камушки, а они еще и в коробках не скидываются на твинка. Понял. Надо открыть и скинуть. Ну, в общем, да, это уже все мелочи. Какая-то вот такая вот вышла заточка. Знаете, такое ощущение, что чару везло, 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 а потом где-то эта удача, вот, она ушла. И непонятно, куда ушла. Ну и да, совсем забыл, чтобы потом не было вопросиков. А что ж ты рандом крафта не прокрутил? Давайте прокрутим. А то я забыл совершенно, хотел их так же вот быстренько скрутить, но ничего не было. Давайте. Опа. Ну, тут совсем все печально еще и все запечатано. И опа. Крафчий порошок запечатан. Ну, нож ада и посох вордалака, в принципе, пробовать крутануть можно. Это единственное, что интересует. Крафчий порошок запечатан, который, к сожалению, работает только на скрытие. Ой, точнее, на скрытую силу. Апнуть краску им нельзя. Ну, и это еще не все. Вроде все зарандомили, все, что можно было, да. Все, что... Все, что вот прям можно было и то, что нельзя было. Но это еще не все. Во-первых, да, тут у нас продажи, дитунсы и прочее. Это мы все забрали. Но и помимо этого у нас же есть еще и компенсация, которую нам вручили. Здесь у нас 100 штормов, которые мы не можем, да, забрать? Да, не можем мы забрать. Ладно, сейчас инвентарь разгружу, заберем. Разгрузил я, значит, инвентарь. Еще один рандом крафтик у нас получился. Ля, седьмой дамаску. Здесь еще и какой-то ашный шлем. Ну, поехали. Шлем Талума. Бабах. Катана. Ну, в коллекцию только если засовывать, потому что других вариантов нет. Поэтому просто без зрения совести закидываем туда, куда можно. И давайте перейдем к самому интересному. Это компенсация. Штармы забираем. Все забираем. Печеньки и так далее. Подвеску специально первую не беру. Пропускаю для того, чтобы... Чтобы у нас инвентарь ничем не загрязнился. Теперь забираем уже все, что есть. Так, порошок эликсира у нас. Там, по-моему, в ВХ у меня где-то еще был порошок. Сразу сбегаем, побежим туда. И параллельно мы с вами попробуем засинтезить подвесочку. Еще разочек. Уже был один трай, как вы помните. Как вы видите, он был неудачным. Но теперь есть еще один вариант для того, чтобы это попробовать. Шанс 18%. Поехали пробовать. Ну, фейл, да. Неудивительно. Неудивительно совершенно. Но все же варианты были, как это в свое время было на арбе. Надежда умирает последней. Ну, сейчас давайте подойдем к рабочему складу. Посмотрим, остался ли тут порошок. Но вроде как он должен был оставаться. Да, есть один. Ну, ладно. Можно не забирать тогда. Давайте покрутанем еще эликсирчик. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну, в 18% не попали. Давайте попробуем теперь попасть в 5%. Мало ли. Нет, не попадаем. Ну, и теперь можно без зазрения совести закидывать все это дело обратно в ВХ. Ну, вот такой вот получился ролик. Не знаю, удачный он был или неудачный. Но вроде чуть буста, конечно, прилетела. Да, можно сказать, пришло. Спасибо вам огромное, что вы посмотрели. Надеюсь, вы не забыли поставить пальчик вверх. Не забыли подписаться на канал. Также вы помните про телегу, в которой проходят розыгрыши. И вы также помните про реферальную ссылочку с бонусами для новичков и вернувшихся. Ну, а с вами был Душа Молодой. Всем хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте.